День Победы для славянцев – долгожданный и любимый праздник. В этот день они не только чествуют фронтовиков и отдают дань памяти далеким и близким героям. Для горожан и гостей города была подготовлена большая культурно-развлекательная программа. На войне нет мелочей, и в победе в бою есть весомый вклад армейских поваров, которые готовили на полевых кухнях легендарную кашу. Отведав ее, наши воины с удвоенной силой продолжали бить неприятеля. И нынче свой главный праздник славянцы встречают, угощаясь вкусной и горячей кашей с мясом, которая была предложена всем пришедшим. Даже вот из высказываний рядом стоящих, там даже дети говорят, здесь каша лучше, чем дома. Поэтому все сделано, я считаю, на высоком профессиональном уровне. Это настолько трогательно, что люди могут помянуть именно вот здесь, на этой площади, в этом бессмертном полку, помянуть своих близких, родных, знакомых. Мне нравится тут, весело и вкусно кормят. Праздничное настроение людям, угощающимся солдатской кашей, помогали создать самодеятельные артисты, которые тут же исполняли хорошие песни. Мелодии военных лет звучали и на театральной площади, где сразу же после парада начался праздничный концерт «Песни Победы». На сцене выступили лучшие творческие коллективы Славянского района. Был в их числе и народный мужской ансамбль «Самородок». Порадовали славянцев своим искусством и хореографические коллективы. Зрители с радостью приветствовали юных талантов. Я с большой радостью участвую в этом концерте. Для меня большая честь быть участником этого великого праздника, главного в нашей стране. Концерт пришелся славянцам по душе. И они были готовы поделиться своим приподнятым настроением и наилучшими пожеланиями со всеми. Пожелаю всем самое главное – здоровья, долгих лет жизни и всех-всех-всех благ. На площадке-амфитеатре в молодежном парке собрались любители поэзии. Здесь состоялся конкурс поэтического мастерства «Свободный микрофон». Его тема – победа в наших сердцах. Конкурсанты читали как свои стихи, так и произведения известных поэтов. Весомые поэтические строки никого не оставили равнодушными. К вам, павшие в той битве мировой, за наше счастье на земле суровой, к вам наравне с живыми голос свой я обращаю в каждой песне новой. Вам не услышать их и не прочесть, строка в строку они лежат немыми. Но вы – мои, вы были с нами здесь, вы слышали меня и знали имя. Замечательное стихотворение Александра Твардовского в тот день, когда окончилась война, до сих пор не утратило своего высокого смысла. Там рассказывается о людях, как они прошли войну и как они прощались. И на самом деле это очень трогательно. Член жюри, председатель литературного объединения «Патриот» по достоинству оценил выступления конкурсантов. А чтецы, те, которые начали сейчас читать, ну это просто, я не знаю, у меня за душу хватает. Потому что молодцы девчонки, вообще прелесть. А потом дальше будут авторы. Среди авторов есть такие поэты уже. По совершении конкурса все отличившиеся были отмечены грамотами. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».